Мы вручаем этот кубок победителю. И победитель у нас медкомбинат Запорожь-Сталь. Поздравляй! О том, что команда Запорожь-Сталь стала обладателем кубка, объявили накануне Дня Металлурга во время телемоста, связавшего Запорожье, Кривой Рог и Мариуполь. Спартакиаду проводят уже девятый год. В ней принимают участие практически все предприятия группы Метинвест. Турнир получил имя легендарного директора комбината имени Ильича, героя Украины Владимира Бойко, сделавшего неоценимый вклад в развитие отечественной металлургии. Владимир Семенович более полувека проработал в металлургии, и кубок его памяти стал символом преемственности поколений украинских металлургов. Соревнования проходят в индивидуальных и в командных видах спорта. По сумме выступлений и определяют предприятие победителя. Честно скажу, грожусь вами за то, как вы представили комбинат «Запоршталь», потому что серьезные команды и на комбинате Ильича, я знаю, крепко занимаются ребята и на северном ГОКе, и на южном ГОКе. Там тоже уделяется внимание. Мне приятно, что мы в очередной раз стали лучшими. Победа далась нелегко, но стабильные выступления команд по баскетболу, мини-футболу и волейболу позволили завоевать первое командное место. «Минимальная задача была занять второе место, с чем мы справились. В первой игре сыграли 1-0 с заводом Ильича, вторую игру выиграли 2-0 у СевГОКа. В итоге заняли второе место и получили главный приз. Это огромный кубок, такой, как в Лиге чемпионов. На большой сцене в городе Мариуполь был телемост. Все было очень приятно, очень классно». Останавливаться на достигнутом команда не собирается, тем более, что и развитию спорта на комбинате будут, как и сейчас, уделять максимум. Внимание Павел Васильев, Константин Пороскевич, ТВ5. Павел Васильев, Константин Пороскевич, ТВ5. Продолжение следует...